Когда мы держим ребёнка за ручки, нужно пальчик вкладывать ребёнку в руку, чтобы она сама держалась за вашу ручку. И только потом уже, придерживая за запястье и за предплечье, поднимать ребёночка за ручки. Во время занятий динамической гимнастикой важно правильно, а главное безопасно держать ребёнка. При таком вот захвате надо, чтобы малыш сам схватился за пальчики. Но при этом маме нельзя забывать о том, что карапуза надо придерживать. Вкладываем пальчики в ручку ребёнка, чтобы он мог сам держаться за вашу руку. Сначала немножко покататься в сторону. И затем поднимаем. Во время динамической гимнастики можно держать деток за одну или две ручки. Также за одну или две ножки. Одновременно за ручку и ножку. Можно также обхватить туловище руками. Для начала можно держать ребёночка за подмышки. И вот такими небольшими движениями убирается тонус мышц на ногах. Среди основных движений динамической гимнастики присутствуют висы, вращение, качание, переворачивание вниз головой, подбрасывание и забрасывание на руку или плечо. У детей с рождения суставы очень подвижны. Поэтому все эти упражнения им очень легко даются. Ещё одно упражнение – это прижимаем прямые ножки ребёнка к себе и второй рукой немножко наклоняем малыша вниз. Сначала ребёнок будет просто висеть у вас на руке. Но со временем вначале он будет сопротивляться, то есть не сразу опускаться вниз. А потом он сможет полностью подняться сам из положения, когда он наклоняется вниз. Когда ребёночек станет постарше, убирая свою руку, малыш будет оставаться в вертикальном положении. В этом случае можно на стол разложить игрушечки, и ребёночек будет наклоняться за игрушками. Динамическая гимнастика – это сложный комплекс, где цена ошибок слишком высока. Можно сильно травмировать малыша или неосторожными действиями привести к необратимым последствиям. Поэтому приступать к самостоятельным занятиям можно только после настоящей, а не книжно-телевизионной, учёбы у инструктора. Когда мы занимаемся динамической гимнастикой, очень важно, чтобы не было резких движений. Потому что у ребёночка в костях есть так называемые зоны роста. То есть это та точка, откуда кость растёт. И, соответственно, это является слабым местом. Если ребёночек здоровый, конечно, с ним ничего не случится. Но если, не дай бог, с ребёночком что-то не так, у него что-то с костями, то может кость в этом месте повредиться, повредится зона роста, и кость расти дальше не будет. Поэтому ни в коем случае резких движений делать нельзя. Всё должно быть плавно. То есть даже если вы ребёночка качаете за ручкой стороны в сторону, не нужно его резко поднимать, например, с пола или со стола. То есть всё должно быть очень плавно. Все движения очень мягкие, очень аккуратные. Активные движения динамической гимнастики снимают напряжение и нормализуют физическое развитие. Регулируют работу кишечника, помогают при коликах и укрепляют сердечно-сосудистую систему малыша. Очень хорошее упражнение – это поза бунды. Когда мы ребёночка ножки собираем в позу лотоса, и вот таким образом можно походить немножко по квартире. При этом у ребёнка ножки находятся в удобной для неё позе, и очень полезная поза для тазобедренных суставов. А ребёночка, находясь в вертикальном положении, при этом опоры на позвоночник у неё не идёт, потому что она не сидит, а по сути висит. И деткам обычно очень нравится это положение. Во время гимнастических занятий с новорождённым важно соблюдать симметрию. Если вы сделали упражнение для одной ручки, то обязательно нужно сделать и для другой. Даже если на это упражнение малыш отрицательно реагирует. Дело в том, что после рождения у деток часто наблюдается асимметрия тела. И из-за этого они могут реагировать на упражнение с одной рукой или ногой более терпимо, чем с другой. Кладём ребёночка на спинку. Берём за две ножки. До. Одну прижимаем к столу, а вторую перекидываем. При этом ручку немножко поднимаем вверх и переворачиваем малыша. Задержитесь немножко, чтобы малыш сам сделал переворот. И только потом можно помочь немножко. Да. Ты молодец. Ты молодец. Давай в другую сторону. Гимнастика не только развивает малыша, но и позволяет корректировать целый ряд отклонений. Например, таких как гипертонус или гипотонус, асимметрия, косолапия, кривошея. Выполняя упражнения, ребёнок испытывает массу разнообразных ощущений. Такая сенсорная нагрузка прекрасно укрепляет и стимулирует развитие всей нервной системы новорождённых. Также можно попрыгать. Давай с тобой попрыгать. Да. Вот так. Молодец. Здесь самое главное, чтобы ребёночек ставил ножки на полную стопу, а не только на носочки. Малышка Юля впервые узнала, что такое динамическая гимнастика. Поэтому и не все упражнения выполняла на этот раз с удовольствием. Уж больно непривычные позы. Но первый раз для неё не станет последним. Родители планируют заниматься и дальше. Будем обязательно. Если бы мы знали, что уже можно, мы, к сожалению, как-то это упустили, что уже в таком раннем возрасте можно это делать. Если бы знали, уже бы давно летали. Теперь будем. Занятия с новорождённым малышом помогают маме лучше понимать своего ребёнка и более уверенно чувствовать себя рядом с ним. Поэтому польза от такого времяпровождения очевидна. После занятий очень важно приложить ребёночка к груди, чтобы он чувствовал мамину участие, мамину поддержку. К тому же прикладывание к груди ребёночка – это не только еда для него, но и общение с мамой, и связь с мамой. Для него это очень важно. Если занятия будут заканчиваться таким приятным моментом для ребёночка, он относиться к ним будет совсем по-другому. Маленький ребёнок буквально нуждается в физической культуре. Ему ведь нужно развиваться и расти здоровым. Но несмотря на всю полезность спортивных упражнений, они не должны становиться самоцелью. Первичный мотив занятий с карапузом – это радость и взаимное удовольствие от общения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова